Имущество мяки молзавода почти на 73 миллиона рублей повторно выставили на торги. Компания производила продукцию под брендом «Белое облако». Вот на аукционе будут продавать помещения, автомобили, 180 агрегатов для производства, а также технику. Имущество попытались сбыть в середине апреля за 81 миллион рублей, однако тогда покупателей не нашлось и цену снизили на 10%. Эксперты отметили, что в банкротство небольших районных молокозаводов это тенденция, актуальная теперь для всей страны. В молочной индустрии еще несколько лет назад начались два процесса очень важных. Первый – это консолидация бизнеса, потому что молочный бизнес – одна из последних индустрий в пищевой промышленности, которая очень низко консолидирована. Если мы посмотрим, например, на топ-50 крупнейших переработчиков молока, несмотря на расхожее мнение, на них приходится примерно 50% рынка. С другой стороны, есть еще один тренд очень важный, это глобальный тренд, и мы тоже в русле его следуем, это укропнение специализации производства. То есть классическая история Советского Союза, когда фактически в каждом районном центре был небольшой завод, на 150 тонн молока переработки, она уходит в прошлое. Ну и напомню, что Мейкемолзавод был признан банкротом в мае 2021 года. После иска Райфайзенбанка просроченная задолженность перед финансовой организацией на тот момент составляла 30 миллионов рублей. Ну а вместе с пенями общий долг составил более 34 миллионов. К истории подключились еще двое потерпевших, которые заявили о невыплате им со стороны завода более 11 миллионов рублей. Но вот по данным портала Аудит.АйТи, убыток Мейкемолзавода в 2019 году составил почти 14 миллионов рублей, в 2020 почти 20, ну а в прошлом году 77 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok